Отчетность ИП на УСМ в 2022 году. Сроки и нюансы. Бухгалтерскую отчетность ИП не сдает. Остается налоговая и статистическая отчетность. Причем и статистическую отчетность нужно сдавать далеко не всегда. Для этого нужно попасть в выборку Росстата, а это происходит нечасто. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы обязательно на них ответим. Упрощенная система налогообложения в большинстве случаев освобождает предпринимателя от налога на прибыль, НДС и налога на имущество. Их заменяет единый упрощенный налог. Один раз в год нужно сдавать налоговую декларацию. Это отчет о ваших финансовых показателях, по которому налоговая проверяет, правильно ли вы заплатили налоги. Декларацию нужно сдавать всегда. Если в прошедшем году вы не вели деятельность, сдайте нулевой отчет. Срок до 30 апреля. Если этот день выпадает на выходной или праздник, то срок сдвигается на следующий рабочий день. Например, в 2022 году отчет следует сдать до 4 мая. Есть два варианта предоставления декларации по УСН. Первое. В печатном виде ее можно отправить по почте с заказным письмом, либо передать в налоговую инспекцию лично или через представителя. В этом случае представителю налогоплательщика необходимо иметь нотариально заверенную доверенность. Второй вариант. В электронном виде через интернет. Но для этого необходимы лицензии и ЭЦП. Давайте разберемся, какие разделы заполнять. Все зависит от того, какой вариант УСН применяет индивидуальный предприниматель. Доходы или доходы минус расходы. Титульный лист заполняют все. Подразделы 1.1, 2.1, 1.2, 1.2 для объекта доходы. Причем подраздел 2.1.2 заполняют только плательщики торгового сбора. Подразделы 1.2, 2.2 для объекта доходы минус расходы. Раздел 3 только для тех, кто получает целевое финансирование. Если ИП на УСН не вел деятельность и не имел дохода в течение года, он должен сдать в налоговую инспекцию нулевую декларацию. Если отправляете декларацию почтой, дата сдачи отчета будет считаться датой на почтовом штампе. То есть день, когда декларацию приняла почта и поставила отметку. Вы можете не бояться, что в налоговую декларацию придет позже 30 апреля. В этом нет нарушения с вашей стороны. Но есть один нюанс. Если в налоговой не получат вашу декларацию в течение 10 месяцев после последнего дня сдачи, они могут заплакировать расчетный счет. Поэтому не оставляйте отправку отчета на последний момент. Книга учета доходов и расходов, сокращенно КУДИР. Это основной и обязательный налоговый регистр. Его должны заполнять все предприниматели, применяющие УСН. В КУДИР в хронологическом порядке заносят все доходы и расходы с указанием реквизитов подтверждающего документа и проводят ежеквартальные итоги. На УСН доходы расходы не учитываются. Как только на счет или кассу поступает выручка, ее нужно отобразить в КУДИР, неважно, был ли это аванс или оплата за уже отгруженный товар или услугу. С расходами все немного сложнее. Их учитывают по определенным правилам. В налоговую инспекцию КУДИР сдавать не нужно. Но это не значит, что ее можно не заполнять. Это такая же обязательная отчетность индивидуальных предпринимателей, как и декларация. Налоговая инспекция может в любой момент потребовать КУДИР, а за ее отсутствие оштрафовать. Пока год не закончился, КУДИР можно ввести в электронном виде, в Excel или в специальной программе. Но по окончанию года книгу нужно распечатать, прошить, подписать и хранить. Отдельно хотим сказать о ИП-работодателях. Если у индивидуального предпринимателя на УСН есть хотя бы один сотрудник, он должен сдать отчетность со следующей периодичностью. Ежегодно налоговую декларацию по УСН и СЗВ-стаж. Ежеквартально расчет 6 НДФЛ, 4 ФСС и расчет по страховым взносам. Ежемесячно форма СЗВМ. За непредоставление отчетности предусмотрены штрафные санкции. За опоздание при сдаче декларации штраф равен 5% за каждый полный или неполный месяц задержки. Он рассчитывается от суммы упрощенного налога за год. Минимальный штраф за просрочку для ИП и юрлиц – 1000 рублей. Такой штраф налоговики выпишут за нулевую отчетность. Максимальный штраф – 30% от суммы налога. Также нарушение сроков подачи декларации или ее непредоставления может повлечь штраф в размере от 300 до 500 рублей за должностное лицо организации. Следите за новостями на канале юридической компании Юрвиста, чтобы всегда быть в курсе реальной информации. Если вам нужна грамотная консультация наших юристов и бухгалтеров, обращайтесь к нам по контактам в описании к этому видео. До скорых встреч!